Мы знаем также об идеях создания у некоторой части политического бомонда в Польше, создать великое государство от моря до моря. Перед Второй мировой войной об этом немало говорили. Это была идея фикс от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины, а идейка-то, она жива. И идея поглощения Украины, она никуда не делась. Но это никто почти не знает. Это только в архивных документах. Так же, как наверняка, не наверняка, а точно, что говорится об этом, идея возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши, прямо надо об этом сказать, стали нам после Второй мировой войны. Крупные области, большие. От Румынии, от Венгрии отторгнуты были. Я ведь не случайно на Валдае сказал, что единственным настоящим подлинным гарантом украинской государственности и суверенитета может быть Россия. Могла бы быть Россия. Россия тоже отдала Украине свои исторические территории, но добровольно, с целью создания единого общего культурно-гуманитарного пространства исторического. А те территории, о которых я только что сказал выше, они были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши. Это абсолютно разная ситуация. Мы добровольно, чтобы быть вместе, отдали исторические территории вместе с населением. Правда, население никто не спрашивал. А там отторгнуты были насильственно в результате войны. И об этом надо бы задуматься кое-кому, в том числе и на Украине. Но вот это бандеровское руководство, оно думает, наверное, только в основном о деньгах, которые спрятаны в западных банках. Я имею в виду политическое руководство, прежде всего, используют бандеровцев для того, чтобы выслуживаться перед теми, кто контролирует их, миллионы и миллиарды в этих западных банках, не думая о возможных последствиях того, что происходит сегодня. В этой связи очень важно доносить суть происходивших событий, делать это честно, объективно абсолютно. Но вот я сейчас хочу вернуться к тому, о чем говорил ваш молодой коллега слева от вас. Он говорил о том, чтобы менять европейско-центричное преподавание истории в наших школах и вузах.